Здравствуйте! О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Дайвича и я, Елена Чехомова. Смотрите в этом выпуске. Ищут новый дом. Спасаясь от войны, в Киров приехала четвертая группа украинских беженцев. Когда увидела вот эти, у нас за селом град пускали два дня, две ночи подряд. Всю зиму мы мучаемся, 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 ходим каждый день в ЖКХ, нам говорят терпите. Холодно не только на улице, но и в домах. В Белой Холунице перебои с отоплением. А зачем нам коньки? Мы играем в настоящей русской одежде, вернее, обуви, валенках. Клюшки взяли, коньки забыли. Хоккей с мячом трансформировался в необычный вид спорта. Директора управляющей компании «Лепси Уют» Владислава Сенцова взяли под стражу на два месяца. Сейчас он главный подозреваемый в уголовном деле по факту схода снега на месячного ребенка. Напомню, трагедия произошла в пятницу 13 февраля. С одного из домов на улице Широнинцев на коляску с младенцем упала 9-килограммовая глыба льда. От полученных травм мальчик скончался в реанимации. И этот случай за последние месяцы не единственный, когда от схода снега с крыш страдают люди. Ответ на вопрос, почему случайности начинают перерастать в закономерности, искала Екатерина Зубарева. Это кадры задержания директора управляющей компании «Лепси Уют» Владислава Сенцова. По результатам проверок следователи установили, что ледяная глыба, которая скатилась на коляску с малышом на Широнинцев 11, упала именно с крыши дома, а не с балкона. И ответственность за это должен понести директор организации. «Следственный эксперимент очевидно установил, что сход снега произошел именно с крыши. То есть жилец дома и его балкон, его территория не имеют никакого отношения к несчастному случаю». И это происшествие, когда от схода снега с крыши страдают люди, не единственное за последние несколько месяцев. Ещё в начале сезона произошло два громких несчастных случая, когда лёд с крыши при падении покалечил детей. У Владимира Ширшикова, директора одной из управляющих компаний Кирова, по этому поводу есть своё мнение. «Никто не ожидал таких погонных условий, сложности с вывозком снега, удаления, потому что администрация города не оказывает никакой помощи, содействия. Только идут карательные меры. Мы на этом уже на последнем совещании говорили. То есть, пример города Ишкарвы, там мэрия уделяет часть затрат по вывозке снега в управляющих компаний. У нас этого, конечно, нет». Есть и ещё одна проблема, рассказывает Владимир. Коммунальщики не могут справиться с объёмом работ, которые им нужно выполнить. «Тут вина чистого управляющих компаний. То есть, должен каждый делать то, что он сможет съесть. Если они не могут, значит, будьте добры, откажитесь, признайте свою вину, что мы не можем». Но отказаться, значит, лишиться выгоды. А к такому коммунальщики не готовы. Вот и получается, что свою работу они выполняют неэффективно. Так же, как и сотрудники администрации. Ведь именно они ведут контроль за управляющими компаниями. «У одного инспектора у нас на территории порядка 300 домов. Он чисто физически даже не успевает, бывает, за один раз всё посмотреть. Но вот ежедневно, постепенно все там смотрят». В итоге одни не успевают всё вовремя почистить, другие вовремя проверить. Но теперь, говорят следователи, после случая на Широнинцев, наказание понесут все, кто этого заслуживает. «Все виновные будут привлечены к самой суровой уголовной ответственности, предусмотренной действующим законодательством. Будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, как со стороны управляющей компании, так и действующей администрации, контролирующей результаты работы управляющей компании». Чтобы избежать очередных несчастных случаев, сотрудники полиции призывают кировчан быть внимательными, смотреть не только под ноги, но и на крыши и выбирать безопасный путь. Екатерина Зубарева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича. Прокомментировал сегодня инцидент на улице Широнинцев и Владимир Быков. На очередной встрече с представителями кировских СМИ глава города рассказал, как будет действовать администрация в отношении нерадивых коммунальщиков. Кроме того, коснулся темы, как город будет справляться с кризисом. Подробности в следующем сюжете. На повестке этой встречи самые актуальные для города вопросы. Тема первая – снегопады и уборка улиц. Соответствующие выводы администрация уже сделала, отметил Владимир Быков. И речь не столько о работе городских коммунальных служб. Центральные улицы в порядке, а вот дворы. Тут к управляющим компаниям вопросов много. Мало того, что пройти и проехать во многих проблематично, бездействие коммунальщиков порой и вовсе переводит к трагедии. Не исправятся, не получат лицензии на работу, дал понять глава города. Я думаю, что предстоящий период лицензирования всех этих компаний позволит, наверное, все-таки нам до конца добиться для того, чтобы они наши требования выполняли. А то, что произошло у нас буквально позавчера – это трагедия. И я думаю, что из-за этой трагедии, наверное, каждый здравомышленный человек сделает соответствующий вывод. Что касается кризиса, то тут важно не паниковать, считает Быков. Предприятия работают, массовых сокращений нет. Кроме того, в администрации будет создан специальный комитет, который начнет отслеживать экономическую ситуацию в городе и будет принимать решения оперативно. Главная задача – это сейчас контролировать пополнение бюджета, это выполнение тех планов, которые намечены. Не сказался существенно кризис пока и на рынке жилья. Новые микрорайоны растут. Будут построены там, как и планировалось, детские сады и школы. Обеспечены жильем будут и сироты. Администрация продолжит строить отдельные дома для этой категории горожан. В четыре здания уже въехали новоселы. Сегодня мы строим еще два дома. Они там, насколько мне память извиняется, на 49 квартир каждой. То есть вот к концу этого года будут они выведены. И здесь уже дети получают соответствующее новое, комфортное, добротное жилье. Отдельно остановился Владимир Быков и на предстоящих праздниках. 23 февраля сам он примет участие в возложении цветов к памятнику жертвам локальных конфликтов. А к 9 мая, пообещал Быков, будут отремонтированы все памятные места в городе. Появятся в Кирове к празднику и новые памятники – бюсты маршалов Победы. Дмитрий Житарчук, Николай Шихарбеев, Бюро новостей, Давича. Городские власти сейчас решают и проблемы беженцев. В Киров прибыла еще одна четвертая группа украинцев. Поздно вечером в пятницу 13 февраля в город приехали 53 человека. На перроне вокзала дежурили представители правительства области, сотрудники МЧС, миграционные службы, полицейские и медики. Граждан Украины привезли в пункт временного размещения. У них в гостях в санатории на Северной набережной побывали мы с оператором Алексеем Юферевым. Из дома, когда ехали, мы вообще ничего не взяли. А там привезли нам монетарку. И такое шуя выбрала. С новыми вещами на новом месте. Марина Саханова приехала из Донецкой области с тремя детьми. Заселилась в санатории на Филейке. Здесь, в Кирове, она планирует начать новую жизнь. Возвращаться не хочет. Помнит, как долго сомневалась, уезжать или нет. Но в начале февраля приняла решение. Когда увидела вот эти, у нас за селом град пускали два дня, две ночи подряд. Ну, когда началось, они же как бы на них стреляют, этих украинцев выгоняют. А те потом ответку дают. Ну, и страшно было. Вот эти вспышки смотреть, всё. Аж и потолок, всё дрожало у нас. Теперь Марина планирует найти работу, а семилетнего Ваню и погода к Диму и Таню отдать в школу. Также устроиться на работу и отдать детей в садик хотела бы Анастасия Мукасий. 40 часов она провела в дороге. Последний раз в родном Донецке она была 10 февраля. Но уже не уверена, цел ли её дом сегодня. Ну, там мы живём возле шахты Засядька. А шахту Засядька ежедневно, они ежедневно, целенаправленно разбивают. И мы, получается, попадаем. У нас там рядом школа милиции с нами, там, где ДНР были. И вот они по ДНР бьют и попадают по нашему дому, по нашим домам в окрестности. Уже на этой неделе сюда, в санаторий, придут специалисты миграционной службы. Они подскажут, какие документы необходимы для получения статуса беженца, либо временно проживающего. После этого будет решаться вопрос по школам и садикам для детей и вакансиям для родителей. Елена Чехомова, Алексей Юферев, Бюро новостей Дайбча. Самое крупное и самое проблемное. От городской теплотрассы жителям Белой Холуницы этой зимой не становится теплее. Всю зиму здесь случаются протечки, но трубы 80-х годов специалисты не меняют, только ставят на них заплатки. На время ремонтных работ батареи в 60 домах города остывают. Подробности далее. Водопады из теплотрассы бьют в Белой Холунице в эту зиму чаще, чем обычно, замечают местные жители. Они насчитывают уже порядка 10 прорывов с начала сезона. С начала теплительного сезона у нас не бывало 15-16 градусов. Не бывало. И вот всю зиму мучаемся, мучаемся, мучаемся. Ходим каждый день в ЖКХ. Нам говорят терпите. И терпеть приходится жителям не одного дома, а более 60-ти, причем в самых населенных микрорайонах. Все из-за состояния теплотрассы, которая связывает самую крупную городскую котельную с частными и многоквартирными домами Белой Холуницы. Чтобы было тепло в Черемушках, новые теплотрассы нужно запускать хотя бы частями, которые смонтированы на сегодняшний день. Тогда будет у всех тепло. А вот с этими магистральными, которые положены в 80-м году, на следующий год еще холоднее будет, потому что они сгнили все. Речь идет о недостроенной новой тепловой трассе. Ее начали возводить на федеральные деньги. Однако, чтобы завершить эту ветку, средств не хватило. Сейчас жители района пишут письма в администрацию города с требованием окончить строительство трассы, чтобы быть уверенными в том, что следующая зима в Белой Холунице будет теплой. А вот жители района у Дома культуры железнодорожников со своей проблемой остались один на один. Даже протестовать им запретили власти. Люди планировали собраться 14 февраля в субботу во дворе дома номер 59 по улице Азина, чтобы обсудить, как могут препятствовать вырубке сквера рядом с их домами. Однако пришли лишь немногие и то рассказать о том, что накануне протестовать им запретили. Прежние объявления с подъездов были сорваны и повешены новые. О том, что разрешения на сбор людей в их дворе нет. Несмотря на предупреждение, жители района уверили, они не намерены отступать и планируют выступать против вырубки сквера у ДК железнодорожников. В налоговую строить здесь ни в коем случае нельзя. У нас здесь экологически грязный район. Низина, пять дорог. Здесь все время транспорт. Единственный вот этот пятачок зелени, его снесут. Поставят огромный высокий дом. Здесь будет написано 2000 работников, которые приедут на своих машинах. И вся область, все Первомайские, Ленинская, Налоговая, все поедут на своих машинах, куда их ставить. Вернуть просроченные книги обратно бесплатно кировчане могут всю эту неделю. С понедельника в библиотеке Герцена началась ежегодная акция «Прощенная неделя». Книги можно приносить за любой срок задолженности. Библиотекари обещают не ругать. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Почти всех сотрудников завода «Иликон» ждет сокращение. Это городообразующее предприятие в Мурыгина, которое в том числе обслуживает местную котельную. Как стало известно, сокращению предупреждены почти 450 сотрудников. Это практически все работники завода. Всего их 461 человек. Правда, без работы эти люди не останутся, прокомментировали нам в службе занятости. Сейчас в организации проходит смена собственника. И тех работников, которых предупредили о сокращении, просто переведут на другое предприятие. Елену Косторную оштрафовали за сожжение щенка на 50 тысяч рублей. Главу Соземского сельского поселения Кировской области признали виновной в жестоком обращении с животными. По данным следствия, Косторная в нетрезвом состоянии пришла в котельную, где ее облаял щенок. Женщина потребовала убрать собаку из помещения, но истопник отказался это сделать, после чего она бросила животное в печь. Тем временем, как стало известно, свою должность чиновница сохранила и заявила, что собирается подать в суд. Никита Белых стал губернатором Кировской области на спор. В этом он признался корреспондентом одного из федеральных каналов. По словам Белых, однажды его упрекнули в критике работы чиновников и спросили, слабо ли ему самому поработать в такой должности. Никита Юрьевич ответил, что нет. А во время прохождения самой проверки всех шокировал ответ на вопрос, пробовал ли он что-нибудь из наркотиков. Никита Юрьевич откровенно ответил, да, если мы считаем марихуану наркотиком. На вопросы о том, предлагали ли ему взятки, на данном месте работы Белых сообщил, что впрямую нет. Сейчас мы ненадолго прервемся, и вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. В Киров приехали гости из тропиков. В кунцкамере открылась выставка бабочек. Юношеская сборная России по хоккею победила в чемпионате мира. За нашу страну играли и кировские спортсмены. Клюшки взяли, коньки забыли. Хоккей с мячом трансформировался в необычный вид спорта. Это «Давича», продолжаем выпуск. Православные россияне готовятся проводить зиму. Сегодня началась масленичная неделя. По народному календарю в это время, несмотря на погоду, люди собираются встречать весну. Считается, что это подготовительная неделя перед Великим постом. С этого дня верующие стараются не есть мясную пищу. Также, по традиции, в эти дни люди устраивают народные гуляния и проводят конкурсы. Принято ходить друг к другу в гости и угощать всех блинами. В этом году масленица отмечается с 16 по 22 февраля. В последний день праздничной недели на главной площади города пройдут традиционные масленичные гуляния. В качестве еды сок фруктов и питье медовая вода. И все это обязательно должно быть украшено разноцветными камушками для привлечения внимания. В Кирове открылась выставка «Живые тропические бабочки». Эти экспонаты летают прямо вокруг посетителей. А на некоторых людей даже садятся. Подробности смотрите далее. Эта бабочка – символ любви во многих странах. Идея Левканоя. Именно ее молодой человек дарил девушке, делая предложение руки и сердца. А поймать эту красавицу в лесу было очень непросто. Зато кировчанам далеко ходить за ней не нужно. В нескольких экземплярах в Кунцкамере на выставке представлены самые разные экзотические виды. За всю работу выставки мы планируем сменить до 60 видов бабочек. Сменить не только виды, но и континенты. Если раньше мы работали только с Филиппинами и с Южной Америкой, сейчас мы работаем с Средиземноморьем, Африкой. То есть расширяем свой кругозор. И как можно больше бабочек мы хотим показать нашим посетителям. И увидеть можно не только бабочек, но и их родильный дом. Он называется инсектарий. Многим посетителям уже повезло. Они наблюдали здесь рождение новой тропической красавицы. Это можно считать чудом, говорят посетители. У нас посреди зимы на свет появляются гости с других континентов. Самый сложный процесс, конечно, это сбор урожая, как его называют фермеры. Это действительно собрать аккуратно куколку, чтобы не повредить, а потом упаковать в контейнер. В контейнере поддерживается микроклимат, температура и влажность. И вот в этом контейнере в теплом бабочки летят к нам. И происходит это в течение двух суток. А дольше нельзя, иначе будущая бабочка погибнет. Особых условий требует и место выставки. Температура от 25 градусов и влажность больше 60%. При этом комфортно себя чувствуют даже насекомые, занесенные в Красную книгу. Посмотреть на них можно до 29 марта. А кому-то, возможно, посчастливиться и загадать желание с бабочкой на руке. Ой, красота. Елена Чехомова, Алексей Юферев, Бюро новостей дальше. В Норвегии прошел чемпионат мира по хоккею с мячом среди юношей до 17 лет. Сборная России победила в этих соревнованиях. В составе команды играли 4 кировских хоккеиста. На днях юные спортсмены вернулись в Киров и сразу на стадион поболеть за Родину. В эти выходные наша команда сыграла с красногорским Зорким. С каким счетом закончилась встреча, знает Ксения Фрик. С первых минут матча соперники Родины начали агрессивную атаку. После череды нарушений трех хоккеистов красногорского Зоркого на время удалили. Отсутствием игроков на льду и воспользовался нападающий Игорь Ларионов. На 22-й минуте он забил первый мяч ворота соперника. На победу в этом матче особенно рассчитывают болельщики хоккейного клуба. Пока родная команда на шестом месте турнирной таблицы. Последние выездные матчи были не очень. До этого домашняя серия была очень активная. Мы болели, мы победили московское «Динамо». Мы всех побеждали. Но вот вы знаете, серия, конечно, немножко нас подвела. Мы сейчас на шестом месте. Но мы надеемся, что сегодняшняя игра с Зорким нам принесет очередное три очка. На трибунах среди болельщиков и чемпионы. Эти юные спортсмены в составе сборной России три дня сражались за победу на чемпионате мира по хоккею с мячом среди юношей. За Швецией довольно такой тяжелый матч был. Наверное, самый тяжелый на турнире эмоционально. Ну и в финале с финами 9-4 сыграли. И в итоге победили. Четыре кировских спортсмена в составе сборной завоевали для страны золотые медали. Поздравить юных спортсменов на стадион Родина приехал глава города Кирова Владимир Быков. Для нашего региона это тоже своя победа. Я думаю, что это будущее нашей команды. И сегодня мы говорим, что помогаем не только основной команде, но и помогаем нашей детской спортивной школе. Вот их сегодня и поздравляем. Свои победы порадовал болельщиков и основной состав Родины. Они обыграли Красногорский Зоркий со счетом 7-5. Эта игра стала достойным примером для молодых хоккеистов города Кирова. Ксения Фрик, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дайвичи. Еще одни соревнования по хоккею с мячом прошли в Кирове, но уже среди школьников. Правда, юные спортсмены вышли на поле без коньков. Вместо них игроки надели валенки. Почему, узнаете в следующем сюжете. В команде напротив «Физкульт» привет! Они впервые взяли клюшки и вышли на снег. В хоккей на такой поверхности тоже играют. Поэтому коньки участникам соревнований совсем не нужны. Гораздо удобнее бегать в валенках. А зачем нам коньки? Мы играем в настоящей русской обуви, валенках. Коньки нам не нужны, лед нам не нужен. У нас все гораздо дешевле и проще. Так, основное отличие хоккея на снегу от других видов хоккея в том, что он направлен на получение удовольствия. Так, все, приготовились. Хоккей на снегу – это отдельный вид спорта. Здесь даже свои правила. Каждая игра длится всего по пять минут. Матч бесконтактный, за подножки грубую игру – удаление. Исключить с поля могут из-за мат. Но школьники во время матча свои эмоции сдерживали. А вот после игры хоккей на снегу назвали сомнительным спортом. Странный, непонятный. Тут идти выдевают зеленый с этой линии. Правила не понимают. Правила вообще не знаем. Неудобно. Клюшку неудобно держать. Все время свистят нам, потому что его высоко подняли. Но неудобно. Клюшка очень длинная. Маша! 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 В этом первенстве Ленинского района по хоккею на снегу приняли участие семь команд. Это юноши и девушки из средних школ и техникумов города. Турнир в Кирове проходит уже в пятый раз. И организаторы уверены – такой развлекательный вид спорта доступен для всех. Мы считаем, что этот вид спорта, который сегодня здесь демонстрируется мальчиками и девчатами, он очень народный. То есть у каждого человека практически есть валенки. У каждого человека есть валенки. Каждый может взять в руки клюшку и прийти поиграть в хоккей на снегу. Давай, давай! Поподи! В итоге лучшими среди девушек стала команда «Виктория» из военно-спортивного клуба «Прайд». Среди юношей победу одержала команда из «Вахрушей». Соревнования эти традиционные, поэтому в следующем году ребята снова возьмут в руки клюшки и оденут валенки. Ксения Фрик, Даниил Кочкин, Бюро новостей Довича. Это все, о чем мы успели вам рассказать. На этом я с вами прощаюсь. Студия работала Елена Чехомова. Успешной недели. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!